И наш первый гость уже в студии, у нас в гостях вновь наш хороший друг, товарищ Александр Виноградов, хореограф спортивно-танцевального клуба Slice. Здравствуйте! Салют! Привет! Рассказываю о последних ваших достижениях. Нам известно, что, собственно... Прошел крупный фестиваль. Как ДИИ... Вот этот вот мы имеем в виду. Прошел фестиваль ДМС, да, совсем недавно, две недели назад. Это фестиваль, который направлен на несколько структур, например, танца, музыки и спорта. Так и называется. ДМС, Дэнс, Мюзик, Спорт. А, вот почему так. Все, я понял. Да, это такая аббревиатура. В общем, фестиваль прошел достаточно успешно. Мы волновались, мы много работали. Последний месяц работали ежедневно с утра до ночи, последнюю неделю не спали, но собрали много гостей. Было в каждой из номинаций порядка сотни человек участников. Вот, было много зрителей. Были танцоры-профессионалы такого высокого уровня, которые бились за трофеи и за денежные призы, которые были за первое... Сначала бились, потом танцевали уже, как бы, ну, профессионалы-профессионалы. Ну, как бы, да. Сначала потанцевали, а потом говорят, ну, чтобы выиграть, надо, как бы, решать уже силы. Это ж Николай. Это бэтл, это бэтл в уличных танцах. В уличных танцах, дабы не решать все кулаками, решается в батле танц. Отмазки придумали. Вот, было много гостей, была группа Чизкей, которая финалы и полуфиналы прокачивались вживую, то есть под живой аккомпанемент. Это очень было здорово. Впервые мы, наконец, в нашем городе дошли до этого, чтобы нашли вот таких замечательных ребят, которые могут играть под танцоров, грубо говоря, играть батлы. И это очень здорово, это большой шаг вперед, который мы будем в дальнейшем развивать, развивать. Как ты использовал шаг вперед? Танцы. Шаг вперед использовал только для вдохновения, если вы о фильме. И то это было давно, я давно не смотрел. Ну, пересмотри как-то. Конкретно Slice, конкретно твоя роль в этом всем мероприятии, вы как организатор или как участники тоже, или вот что? Мы были участниками шоу-контеста, то есть там был контест на лучшее шоу, мы его выиграли. Мы стали лучшей шоу-командой, и я был одним из ведущих мероприятия, и я был основной организатор. Говорит, мы выиграли, я основной организатор, ведущий. Ну, так сложилось, мы на самом деле, мы очень хотели, чтобы пришло больше команд в шоу-контест, но были наши, только Николаевские ребята, то есть, ну, так вышло, честно. Мы не виноваты, судьи были, судьи были... Да, вот расскажи о жюри, кто был? Жюри в этом контесте был Александр Путилов, это представитель школы MyWay, это преподаватель киевской школы, очень мощный постановщик и хореограф. Вторым студией это была Юлия Захарова, представитель... Тоже не менее мощный хореограф. И шоу-шоу групп Каприз, как бы танцевальный студий Каприз, вот. И Юлия Кондратович, это хореограф по джаст-панку Винцелайский. Хорошо, такое мероприятие прошло. Планы на будущее? Что видите в танцевальной жизни города Талич? Следующее организуйте и выиграйте. Ну, сейчас, сейчас у нас большие на самом деле планы. 21 числа у нас поездка в Киев, в котором мы сейчас готовимся очень-очень плотно. Это фестиваль Feel the Beat, фестиваль на тоже лучшую шоу-команду, где будут со всей Украины танцевальные кривы, они будут биться за призы, кубок и призовой фонд в 30 тысяч гривен. То есть, мы надеемся поехать и забрать... Я каждый раз, когда слышу название фестиваля, мне кажется, это танцевально-артикуляционный фестиваль, потому что, чтобы выиграть, надо научиться столько всего выигрывать. Just Beat, Feel the Beat. Мне очень нравится, что очень много англоязычных названий. Мне кажется, что вот, как бы, человек вроде танцами занимается, но при этом подтягивает иностранные языки. Ну, да. Наверное, это было с целью говорить, ты куда это? На английский. Скажи, пожалуйста, как сейчас дела обстоят с молодежью в танцах? То есть, у вас вот набор, может, был или продолжается сейчас? Активно молодежь хочет танцевать в городе? Да, слава богу, слава богу. С нашими усилиями, я бы так сказал. То есть, развитие не останавливается, соответственно, молодежь подтягивается. Им нравится то, что мы делаем. Соответственно, они сами хотят стремиться к чему-то такому. Уже сейчас есть юноши, которые, допустим, у меня лично в школе, они занимались в том году. В этом году они уже попадают в основной состав. И вот, кстати, 26 ноября в областном дворце культуры пройдет шоу-продвижение, где уже наши юные ребята будут принимать участие. Тоже вместе с нами в шоу. То есть, там будет сборный состав участвовать в составе 25 человек. Это взрослых ребят и тренеров. И также будут в некоторых моментах постановочных участвовать наши юноши, которые вот только-только встали на этот как бы путь и хотят себя как-то реализовывать. То есть, мы даем им такую возможность. Расскажи о своем пути. Вот от начинающего танцора к преподавателю. Ну, это долгий путь. Я просто начинал заниматься, когда особой информации не было, да, о танцах. То есть, все приходилось черпать из таких источников, там, с кассет, грубо говоря, запускать на кассету. Было бы, грубо говоря, если бы журналы вообще. Был журнал экстрим тогда такой. То есть, тогда тоже что-то там, и какая-то информация впитывалась оттуда. Но для меня это был долгий путь. Я проделал путь в 8 лет, наверное. В 8 лет я танцевал, учился. И только после этого у меня был год, когда я просто, грубо говоря, был на стажировке. Я помогал ребятам научиться. Я не тренировал, как бы это нельзя назад. Был старшим товарищем. Да, да, я просто помогал ребятам, да, я помогал ребятам и тренировал. Это для меня был такой первый опыт. Затем мне уже, как бы, предложили создать свою группу. И, в принципе, на данный момент это, ну, я бы так сказать, самая большая группа в нашем городе. Самая большая. Александр Виноградов как хореограф. Какой он? Он жесткий, он мягкий или какой же? Он жесткий, он иногда психопат вообще, который очень не любит, когда что-то идет не так. Но в то же время он очень, грубо говоря, распланирует. То есть я планирую все четко по репетициям и знаю цель, к которой мы идем. Вот, иногда, когда что-то не получается, точнее, не у меня, а у кого-то других приходится как-то жестко на это реагировать. Потому что сейчас, как бы, ну, в принципе, это всегда такое было. Молодежь иногда требует пряника, иногда кнута. Поэтому приходится и к тому, и к тому методу. И пить, и кормить. Да, и к тому, и к тому методу переходить. Философский более вопрос, как бы, вот, танец для тебя, что же это все-таки? Самореализация, занятие, искусство, вот что такое для тебя танец? Бизнес. Это для меня жизнь, в целом. Я танцую большую часть своей жизни. Я танцую 15 лет, мне 27, для 15 лет, там, большею часть своей жизни я провел в танце, я провел с музыкой. Для меня это, в первую очередь, это реализация самого себя, своей души. Да, то, что у меня внутри, я это, грубо говоря, открываю и привношу это в реальный мир, как бы, своим телом и своей, там, силой. И так далее, то есть, своим танцам, грубо говоря. В общем, спасибо тебе большое за такие полные ответы на наши вопросы. И вдохновение для наших телезрителей. Конечно. Друзья, у нас был Александр Виноградов, хореограф и просто замечательный человек, танцевальный клуб Слайс. Спасибо, успехов в Киеве.